Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Встречались с парнем три с половиной года. Два года назад, в 2020 году, он меня уже бросал, я сама в этом виновата, и после расставания нашел себе девочку для отвлечения, с которой была интимная связь, в том числе, когда мы помирились. Он соврал, что ничего не было, но в итоге я узнал о правде, расставался в истериках, и с чувством с меня предали, хотя мы не были в отношениях, когда он все это сделал. После этого снова зашлись, простила, но на протяжении двух лет пилила его, прикалываясь этим поступком, считая себя жертвой, которой теперь можно вести себя как угодно. Не ценила. Два месяца назад, на август 2002, он меня бросил снова, сказал, что устал и больше не любит. Мне очень жаль, что я себя так вела и довела его до того, что настыло. Сейчас я все осознала, что вела себя ужасно, не отпустив сразу эту ситуацию, я должна была, раз вернулась в итоге. Сейчас уже два месяца он гуляет на всю карточку клуба, девушке ему хорошо. Он радуется свободе, а меня жирает чувство вины, что я сама себе счастье разрушила. Он все эти два года после случившегося старался, чтобы я забыла, сглаживал конфликты, а я лишь только подливала еще больше масла в огонь, не знаю зачем. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс, что он вернется? Я просто умираю уже эти два месяца от чувства потери любимого человека и своей вины. А что здесь хочется сказать? Во-первых, во-первых, я думаю, что вы идеализируете своего молодого человека, придавая ему в какой-то степени явно больше значения и больше веса, чем у него есть на самом деле. Я думаю, что ничего хорошего из этого не получится. Я думаю, что вам нужно для начала как-то больше, ну, центрироваться на себе в первую очередь. И я думаю, что имеет смысл больше внимания уделять себе в этом смысле. Я думаю, что чувство вины связано с тем, что вы боитесь одиночества с одной какой-то стороны, что вы опасаетесь, вот, того, что будете одна, я думаю, что вы испытываете чувство вины именно по той причине, что для вас счастье, это значит быть, собственно, с мужчиной, вот. Вот, и в этом, как мне кажется, основная проблема заключается. То есть, если вы, если вы считаете, что можете быть счастливой только с человеком, вот, то, само собой вас будет тяготить то, что, ну, то, что он ушел и то, что вы, как вы говорите, разрушили свое счастье. На мой взгляд, на мой скромный взгляд, вы не можете разрушить свое счастье. Потому что ваше счастье – это вы. Это только, ну, то, что связано с вами. Срак одиночества и довольно-таки получается низкая самооценка, обесценивание себя, готовность к тому, чтобы себя обвинить, вот, такая, ну, такая вот предрасположенность, получается, к тому, чтобы себя обвинить у вас присутствует. И это не связано с молодым человеком. Также, я бы сказал, что, не знаю, замечаете вы это или нет, но, молодого человека, вашего, как будто бы нет в уравнении ваших отношений, вот, я бы, ну, я бы так сказал. То есть вы думаете, что все, что происходит в отношениях между вами, на все на это влияете вы только. Это не так. Потому что помимо вас, помимо вас есть еще и мужчина, есть еще его какие-то, ну, какие-то его желания, есть еще какие-то его собственные стремления, есть еще какие-то его собственные потребности, вот, которые вами здесь игнорируются. То есть вы игнорируете эту историю. Вы игнорируете то, что молодой человек тоже может чего-то хотеть. Вы игнорируете то, что у молодого человека тоже могут измениться к вам и чувства, и потребности, и так далее. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как вы говорите, что он наслаждается свободой. Девушки в клубе и так далее. То есть это, по сути же, тоже та же ревность, ну вот, то, что вы описываете, это та же ревность. Есть ощущение, что вас больше всего беспокоит именно то, что он живет полной жизнью, а вы нет. И, конечно, это связано еще и с тем, что вы, собственно, ну, своей-то жизнью не живете. То есть ваша жизнь, она как будто бы без мужчины не имеет смысла. Вы говорите, что разрушили свое счастье и так далее. Это, ну, совершенно ведь не случайно вы так говорите, на мой взгляд. Вы так говорите именно потому, что это реально. А значит, свою собственную жизнь нужно наполнять. Нужно делать ее по возможности, ну, независимой. по возможности наполненной, по возможности насыщенной и так далее. А сейчас, как вы понимаете, вы этого не делаете. Ну, точнее, у вас нет возможности так действовать, судя по тому, что я вижу. И то, что может вам, то, в чем может помочь вам психолог, это именно в том, чтобы, точнее, то, что может, то, в чем может помочь вам психолог. Психолог – это в возможности наполнить свою жизнь, ну, каким-то интересом, да, наполнить вашу жизнь какими-то новыми эмоциями. Эмоциями. И так далее. Если вы, конечно же, этого хотите, то есть, я вот пока не знаю, чего вы хотите. Эм, чего вы сами, сами-то, ну, ну, по жизни, чего вы сами по жизни хотите. То есть, как глобально вы видите свою жизнь. А на это очень важно обратить свою, ну, обратить ваше внимание. Потому что это то, что и определяет вашу жизнь. Нравится вам это или нет? Вот. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете. Сейчас вы спрашиваете о том, есть ли шанс, что молодой человек вернётся. Ну, шанс, конечно, есть. Но это именно что шанс? В смысле того, что гарантировать вам никто ничего не сможет и не может. И это нормально, что, ну, гарантий никаких вам никто не даст. Вот. Поэтому вам нужно учиться полагаться на саму себя и опираться на саму себя. Когда вы пишете, например, о том, что вас предали, что вы пилили и так далее, я не думаю, что вы делали это, ну, как сказать, я не думаю, что вы делали это просто так. Я думаю, что вы делали это именно потому, что вас это как-то волновало вас это, как-то беспокоило вас это, как-то тревожило вас это, ну, и тревожится, в принципе, наверное, до сих пор. Вот. То есть не от хорошей жизни вы так, ну, вот, себя вели. Вот. Поэтому я думаю, что нужно, нужно признать, в первую очередь, наличие, вот, какой-то проблемы у вас, да. Нужно признать, что, например, вас довольно легко задеть. Нужно признать, что вас волнует тематика там, ну, верность и так далее. И что в том числе это происходит от некой такой неуверенности в самой себе. Вот. Это происходит из страха, например. Страх, что можете вы остаться одно. То есть вы элементарно боитесь. И, на мой взгляд, это, в общем и целом, нормально. То есть штука здесь не в том, чтобы не бояться. Штука в том, чтобы принимать свой страх, не подавлять его, как вы это делаете сейчас, например. Вот. А принимать его и учиться проживать. Тогда, когда и если вы будете это делать, вас не будет это сильно так беспокоить, мучить. Триггерить, если, ну, если угодно. Сейчас без такой-то триггерить, да. Тогда не будет, не будет. Вот. Ну и, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы увидели, что не все зависит от вас. Ну, в отношениях, я имею в виду, не все зависит от вас. Что есть еще молодой человек, который, ну, тоже имеет какие-то вот свои амбиции. Какие-то свои желания, которые имеют свои некие такие, если угодно потребности, вот. Когда вы, когда и если вы будете замечать человека, ну, другого человека, да. Вот. Я думаю, что будет легче. На этом все, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Да, хотел сказать, что чувство вины связано со злостью и нарушением личных границ. Поэтому с этим аспектом тоже нужно поработать. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Удачи. 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 Удачи.